Начиная с самой первой версии, программа ArchiCAD создавалась на основе технологии BIM, информационного моделирования зданий, также известной как виртуальное здание. Поэтому уже в 1984 году ядро ArchiCAD составляло трёхмерная модель здания. Находясь перед моделью, вы увидите её фасад. Создав же сечение в вертикальной плоскости, вы получите разрез, а в горизонтальной – план этажа. Но это ещё не всё. Использование BIM гарантирует постоянную актуальность всех данных проекта. Вы работаете непосредственно с моделью, независимо от активного окна, будь то план этажа, разрез, фасад или даже спецификация. Это всего лишь различные представления одной и той же информационной базы данных. В моделях ArchiCAD используются конструктивные элементы, являющиеся виртуальными параметрическими аналогами реальных конструкций, таких как стены, перекрытия, колонны, балки, двери, окна и лестницы. Так как эти элементы являются частями модели, они всегда отображаются согласно её масштабу. То есть вы создаёте модель в масштабе один к одному, а ArchiCAD автоматически генерирует чертежи нужного вам масштаба. В дополнение к стандартным элементам, таким как стены, перекрытия и колонны, в вашем распоряжении имеется колоссальное количество параметрических библиотечных элементов, настраиваемых в соответствии с вашими пожеланиями. Кроме объектов, входящих в состав библиотеки ArchiCAD, вы всегда можете загрузить дополнительные элементы из интернет. При помощи таких инструментов ArchiCAD, как оболочка, вы можете создавать свободные органические формы, которые всё равно являются конструктивными элементами, корректно отображаемыми в проекциях модели. Панель навигатора позволяет быстро и легко переключаться между этажами модели ArchiCAD, соответствующими этажам обычных зданий. Если вам требуется сопоставить разные проекции, например, разные этажи или фасады, вы можете воспользоваться фоновой ссылкой. При помощи инструмента разрез можно создать любое количество нужных вам сечений. Так как эти разрезы являются проекциями модели, вы можете продолжить в них работу точно так же, как и в окне плана этажа. То же самое относится и к фасадам. Вам нужно только указать место расположения линии фасада, который автоматически будет создан на основе модели. Так как модель ArchiCAD состоит из конструктивных элементов, разрезы и фасады, как и планы этажей, могут зависеть от масштаба. Управляя слоями, параметрами модельного вида и показом конструкций, вы всегда можете настроить нужное отображение проекций. В архитектурных проектах часто необходимо использовать повторяющиеся конструкции. Для этого в ArchiCAD реализована технология модулей, позволяющие разместить в модели любое количество экземпляров одной и той же части здания. Все изменения исходного модуля моментально отражаются на всех его размещенных экземплярах. Не все данные и элементы проекта можно представить в 3D, поэтому в ArchiCAD присутствует инструмент деталь. Используя детали в сочетании с 2D инструментами, вы можете создавать любые узлы и деталировки, основанные на информационной модели здания. В случае изменения модели, эти детали можно быстро обновить, чтобы отразить все изменения. BIM-решения всегда позволяют выполнять визуализацию проектов. При помощи встроенного в ArchiCAD механизма CineRender от компании Maxon, вы можете создавать профессиональные визуализации. Вы также можете использовать и другие приложения в сочетании с ArchiCAD, например, Cinema 4D или Artlantis. Разумеется, в конце работы над проектом вам требуется выпустить документацию. Просто переместите нужные виды в окно макета. Здесь вы найдете все необходимые функции автоматической нумерации листов, создания новых макетов и размещения автотекстов, существенно повышающие скорость работы. Так как документация используется не только в печатном виде, ваше BIM-приложение должно позволять организовать взаимодействие с программным обеспечением смежных разделов проектирования. В ArchiCAD поддерживается обмен данными в таких широко распространенных форматах, как DVG, DXF и PDF. Все документы можно публиковать с использованием механизма издателя. Один раз настроенные параметры набора издателя сохраняются на протяжении всей работы над проектом, так что вы можете повторно опубликовать все данные, без необходимости их повторной настройки. Для обмена данными на уровне моделей применяется формат IFC. Благодаря этому формату происходит полная передача всех необходимых данных, и смежные специалисты получают элементы, правильно воспринимаемые их программами. Зоны, стены, окна, дверь, перекрытие и балки. Если работающий с вами инженер MEP тоже использует BIM-приложение, то вы можете импортировать MEP-данные в ArchiCAD в формате IFC. И обнаружить возможные возникновения коллизий между инженерными сетями и конструктивными элементами модели. Это позволит вам решить все проблемы на стадии проектирования, а не на стройплощадке в процессе реализации проекта. Крайне важна организация совместной работы над проектами, как в офисе, так и за его пределами. Технология ArchiCAD Teamwork является единственным клиент-серверным решением, входящим в стандартную поставку программы. BIM-сервер – это серверное приложение, управляющее данными и обеспечивающее к ним доступ. Все пользователи Teamwork могут совместно работать над BIM-проектами в соответствии со своими правами и ролями. Благодаря технологии Teamwork Delta Server происходит передача только измененных, а не всех данных проектов. Поэтому операции отправки и получения изменений занимают считанные секунды. Информация о резервировании элементов проекта пользователями всегда актуальна. Вы постоянно видите, какому пользователю принадлежит тот или иной элемент. Все пользователи работают с текущей версией проекта. Для использования функции Teamwork вам даже не обязательно находиться в офисе. Достаточно обычного подключения к интернету. Таким образом, доступ к модели могут получить все участники проектирования. На рынке присутствует большое количество расширений и дополнений для ArchiCAD. К ним относятся такие приложения, как ECO Designer Star для оценки энергоэффективности, MP Modeler для взаимодействия с MP-инженерами, и BIM-X для интерактивной демонстрации проектов. Для просмотра интерактивных гипермоделей BIM-X даже не требуется ArchiCAD. Достаточно лишь подходящего мобильного устройства. Graphisoft постоянно стремится к повышению производительности своих продуктов. Приложение ArchiCAD работает на платформах Macintosh и Windows. Мы постоянно реализуем все новейшие технологии, такие как многопроцессорные и 64-разрядные вычисления. ArchiCAD с неизменным успехом постоянно тестируется на большом количестве реальных проектов, как небольших, так и крупных. Технология BIM с самого первого дня ставшая основой ArchiCAD всегда придет на помощь в вашей повседневной работе и позволит выполнять ее значительно быстрее и эффективнее. Пожалуйста, загрузите и установите ArchiCAD, чтобы самостоятельно убедиться во всех перечисленных нами преимуществах. Регистрация на сайте myarchicad.com позволит вам получить серийный номер для активации полнофункциональной 30-дневной ознакомительной лицензии ArchiCAD и доступ к учебным материалам. Студенты могут получить полнофункциональную учебную версию ArchiCAD. Чтобы узнать больше, пожалуйста, посидите сайт myarchicad.com и наслаждайтесь работой в ArchiCAD.